За возвращение Прощение, жадно прощение Просит осень Травами скошена, листьями сброшена Где ты, лето? То появляешься, то растворяешься Облакам в ночи Нить моей свечи Луч моей одежды Где-то поет весна Где-то идет война Близко, рядом Ты мне писал, дождись Жадно, молю, вернись Слышишь? Надо То появляешься, то растворяешься Облакам в ночи Нить моей свечи Путь моей надежды Вернись Под огнем прорвись И свинца Воскресенье Вернись Отзовись скорее Мы должны быть вместе Вот уже 12 лет Эта песня звучит В самых разных уголках страны В самых разных сцен Наряду с бессмертными Офицерскими женами И афганским вальсом О войне мало просто спеть Ее надо прочувствовать Тогда, в 2003-м Сбросив туфли И еле сдерживая дрожь в голосе Она вышла на фабричную сцену И за всех ждущих девушек Жены матерей Попросила вернуться Как оказалось Выбор песни был не случайным Об этом певица Леся Ярославская Поделилась с нами в нашей передаче В эфире программа Золотая молодежь И я ее ведущая Мария Осадник Я родилась на Северном флоте И мой путь начался именно там В 4 года мама вывела меня на сцену Мы с ней стали петь вместе И, конечно, я помню Негодование взрослых артисток Когда я выносила все цветы Которые были в зале После своих выступлений И мы домой потрунивали Что вот пришла такая мелкая леся И собрала все букеты Ну, на самом деле, мне кажется Что у меня даже других вариантов Наверное, не было Чем сейчас заниматься Потому что, действительно, я этим стала заниматься С самого раннего возраста Поэтому так все случилось А ты помнишь первую песню Которую ты спела на сцене? С мамой была песня Ненужные письма Это было очень давно Вот, пели мы ее на два голоса А так у меня еще была Коронная песня про папу Я вот помню только что Мой папа всегда был в восторге И посещал практически все выступления Когда получалось И с гордостью сидел в зале И понимал, что все главные песни Конечно же посвящены ему Кстати, назвать дочку Леси Родителей натолкнула музыка В ожидании девочки Мама певицы то и дело Слушала популярных в те годы Белорусских сибров Поэтому певица уверена Ее любовь к музыке Началась еще до появления на свет Олеся, Олеся, Олеся Так птицы кричат Так птицы кричат Так птицы кричат Поднебесье Олеся, Олеся, Олеся Мама рассказывала, что весь роддом Умоляла ее назвать меня Ярославна Я очень рада, что она не поддалась на провокации Действительно в то время Была очень популярна песня группа Сибры И конечно ей захотелось Чтобы у меня такое было Мелодичное музыкальное имя И потом, спустя какое-то время Я познакомилась с Олегом Ивановым Который написал эту песню Подошла к нему и сказала Что вот благодаря вашей песне Я обрела такое красивое имя И он сказал, что очень много Девочек по всей стране По всему миру подходит к нему И говорит, что действительно Родители благодаря этой песне Назвали ребенка Олеся Так с песней и пошла по жизни После школы поступила в музыкальное училище На эстрадно-джазовый вокал Получила профессию педагога по вокалу А потом в Институт современного искусства На вокальное отделение Там-то и встретила, как оказалось Своих будущих коллег по сцене Мы не только жили в своей эстрадно-джазовой истории Мы увлеченно наблюдали за всем Что происходит вообще в нашем заведении Поэтому это очень интересно Такие каждодневные спектакли, концерты И поэтому, не знаю Все обучение мне просто было в удовольствие Единственное, что когда я училась уже в Институте современного искусства На тот момент как раз я попала на фабрику звезд И было очень непросто совмещать И я помню, что мы как раз учились с Ирой Орман вместе Она у меня в училище училась, только она на другом факультете была Академическом вокале А в Институте современного искусства она была моей старостой И я помню, что как раз мы попали с ней вместе в группу Тутси И она сказала, что она не будет обучаться дальше Что ей как бы сложно И тогда я уже поругалась с ней И сказала, что ну как так, мы с тобой учимся в одной группе Ездим на одни и те же концерты, съемки У меня получится закончить Ирой Орман, а у тебя нет Я просто, можно сказать, заставила ее завершить обучение Мы с ней отучились Быть может, этой проблемы и не случилось бы Если бы не судьбоносное выступление Лиси на концерте в воинской дивизии С которого она, можно сказать, прямиком попала на главный музыкальный проект страны Фабрику звезд И как тут не верить в судьбу? Стоит задуматься Случайности не случайны Как это получилось у Лиси? А правда, что на фабрику звезд, на кастинг тебя пригласил сам Константин Любович Эрнст? Что это была какая-то интересная, абсолютно судьбоносная встреча на просто выездном концерте? Я действительно перестала верить, что это может быть все бесплатно, безвозмездно Действительно отбирают ребят И так получилось, что я позвонила своей подруге Сказала, что будет кастинг третьей фабрики Пожалуйста, я говорю, съезди А у меня не получается, я там у бабушки в гости И вот буквально за неделю до самого проекта «Фабрика звезд» Меня пригласили на акцию первой в армии, автоманской дивизии Просто в составе артистов дать концерт для журналистов и ведущих первого канала И все было против меня, потому что у меня не с кем было ставить маленькую сестру У меня муж уехал в командировку, на тот момент я уже успела воскресить замуж И не получалось никак И организаторы взмолились, сказали выручай, потому что срочный концерт Артисты все разъехались, нужно выступить И когда я приехала, я увидела, что большое количество известных лиц приехало в автоманскую дивизию И я выступила, и я помню, что на моем выступлении очень многие ведущие вышли, танцевали И какой-то был очень теплый прием Действительно, я ощутила, что я у них затронула какие-то струнки души Они действительно на меня отреагировали, хотя артистов было очень много И потом ко мне подошли, сказали, что Константин Львович Приглашают меня на кастинг фабрики Это не было так, что Леся на фабрику звезд, мы вас ждем Это просто было приглашение на кастинг И я сказала, что я не смогу, этот проект не для меня И мне оставили телефон на редакции музыкальной Пойти на кастинг уговорила младшая сестра А вот муж был категорически против Однако стремление к сцене превзошло все страхи и семейные разлады И вот она, Леся Ярославская, участница популярного шоу «Фабрика звезд» Каждый день на главном экране страны Но на самом деле звездные дуэты, мастер-классы и народное признание Таили в себе обратную сторону медали Солюбный вакуум, ты не можешь общаться с близкими Ты живешь с абсолютно чужими тебе людьми, посторонними, можно сказать И действительно не поплакать, не посекретничать Все на виду, все настолько вот вывернуто наизнанку Ты не можешь гулять, ты не можешь даже обнять маму, которую ты встречаешь во время съемок пятничных шоу То есть у меня были такие истерики, когда я иду по коридору, идет моя мама на концерт И охранники просто меня награждают от нее И мне даже нет возможности ее просто обнять И это было очень тяжело Минута в день на звонок любому человеку, с кем хочешь поговорить Но опять-таки это все снималось и показывалось Муж мой не хотел общаться в то время со мной То есть Лина Арифулина всячески уговаривала приехать на пятничный шоу Потому что мне больше всего было обидно то, что я пошла оттуда на этот проект Но из-за того, что я ни морально не была к этому готова Ни моя семья не была готова У меня очень много сил ушло именно на вот эти эмоциональные встряски из-за СМИ То есть я не могла погрузиться в творчество на 100% насколько могла бы А после двух месяцев на проекте и гастрольного тура по всей стране Девушку ждал еще один сюрприз Леся стала одной из участников группы Тутси Известному продюсеру Виктору Дробышу было достаточно одного посещения репетиции, чтобы понять Вот они, российские Spice Girls Четыре красавицы Ира, Настя, Маша и Леся Все как полагается Блондинки, брюнетка и рыжая Песня за песней, яркие клипы Девушки быстро завоевали внимание публики Особенно мужской половины Может, он бы, наверное, как в последний раз И дела бы, наверное, не сложатся Знаешь, ты болтаешь во сне Еле внятно, непонятно Мысли хоровод в голове Куда ты едешь, потом обратно Видимо, кто-то позвал Примерять чушь и ложе Видимо, не удержал Значит, я тебе дороже Самый-самый-самый человек дорогой Самый нежный, самый родной Самый-самый-самый безупречный роман Ты его когда-то придумал сам Когда я объявила о том, что я жду ребенка Я очень боялась этого момента Потому что на тот момент группа Вовсю работала И я даже какое-то время скрывала свое положение Мне было очень непросто Потому что костюмы были обтягивающие, облегающие И вот на четвертом месяце беременности Скрывать от девочек в одной гримерке свой живот Было просто невыносимо Я так боялась его реакции Что он скажет, что девчонки скажут Я объявила, что я жду ребенка Девочки заплакали Виктор Яковлевич сказал Ну, такое дело хорошее Что же, говорит, в шоу-бизнесе быть и детей не рожать Говорит, молодец И он мне сказал, что как только я после родов захочу вернуться в группу То есть группа меня будет ждать И мое место останется за мной Виктор дал поручение, что после того, как я уже ушла в декретный отпуск Все деньги, которые должна была получать за концерты Мне привозил мой администратор То есть можно сказать, что Лизаветина приданная И все условия хорошие, которые были созданы во время родов и прочее Это все благодаря тому, что девчонки работали И я получала свои декретные деньги Поэтому здесь есть и их частичка И, конечно же, широкая душа Отношения певицы и ее бывшего продюсера И по сегодняшний день складываются хорошо Виктор Яковлевич всегда интересуется новыми успехами Леси И каждый год необычно поздравляет ее с днем рождения Например, вот так Дорогая Леська Вот эту рубашку, прическу, пальто Я одеваю практически раз в год И только ради тебя Потому что твой день рождения для меня Один из самых важных и ответственных праздников в жизни И вообще, я считаю, в истории человечества Поэтому, дорогая Лесенька Желайте счастья, удачи И самое главное, здоровья твоим детишкам Я люблю тебя Даже несмотря на то, что мы с тобой не вместе Твой друг же Спустя 8 лет в группе Леся решила Пора отправляться в сольное плавание Написала песню «Не со мной» Тут же композиция вызвала интерес и стала саундтреком к телесериалу «Случайный свидетель» А после Ярославская самостоятельно сняла свой дебютный клип Восемь прошептала мне «Прощай», «Прощай» И зима укутала в свой снежный рай А весна сказала мне «Не жди тепла» И только следом осталось без ответа Мысли о тебе тревожат день со днем Вспоминаю теплый вечер под дождем Телефон дрожит в руках, как в первый раз Услышав голос, впадает мне весомость Мне со мной просыпались утра Даришь мир кому-то А в моей душе мор и груз Забудь Все, что было между Все, что было с нами Никогда к тебе не вернусь Я очень долго боялась вообще показывать свое творчество Я стеснялась своих песен Мне казалось, что это все так интимно, лично и только для меня И в тот момент как раз я познакомилась с Юрием Волевым Это режиссер всех моих клипов Он вселил в меня такую большую веру В то, что действительно мне нужно продолжать И я стала записывать песни У меня сейчас уже готов альбом полноценный То есть практически все песни, которые я пою Я написала либо полностью сама Либо в соавторстве с моими друзьями Я и делаю дуэты с разными музыкантами Я вообще не боюсь экспериментировать В интернете познакомилась с молодым человеком из Белоруссии Белорусский рэпер, ведущий центрального канала Сергей Соболь Он предложил мне спеть совместно песню И мы записали Я в России, он в Белоруссии Песня попала на русское радио Стала активно крутиться Получила песню «Годы» Я поехала на песню «Годы» Мы сняли там клип Причем такая интересная история Мы никогда друг друга не видели То есть общались сугубо только через интернет Или через вайбер И получилось так, что меня пригласили на песню «Годы» И возникла мысль снимать клип прямо сразу лайфом И пригласили замечательного оператора Он признал Лукашенко как лучший оператор Белоруссии Константин Рябов И он снял нам клип Вот первая наша встреча в аэропорту Наше гуляние по Минску Все это выросло в такую вот историю Двухдневное наше совместное путешествие по Белоруссии Выросло в хороший клип Бурный поток Бросил мой корабль на скалы Лови сигнал и сос Мои весла сломала Это жизни река И до берега Не доплыть пока Далеко твоя рука Черно-белые полосы Молоко какао Дело в пропорциях Это рецепт шоколада То, что нам надо На самом деле это рядом Кинь взглядом Срывы сотни нарядов Пусть не умеет город От холодной погоды Я мечтами в полете В большом самолете Рассекаю облака Бело-белым крылом И я счастлив Что мы с ней вдвоем А там белые пляжи Волны ласкают Соленый бриз Пальмакачаи Так у нее меня в море Моя мечта золотая Пока зима Пока так далеко до мая Говорят, что для любви Не бывает расстояний И сильнее ее порыв В режиме ожидания Но ужасно тяжело Без любимых глаз Красивый знай Когда ты далеко Я не могу быть счастливой Сегодня Леся готовится К презентации своего сольного альбома Успешно снимает клипы Принимает участие в телевизионных передачах И на радио Но это не помешало ей найти время В своем плотном графике И приехать к нам в университет Говорит, что уже задумывается Об образовании своей дочери Которая пока только учится в первом классе Что ты знаешь о Плехановке? Ой, Плехановская академия Она, конечно, один из старейших вузов Я знаю, что входит в пятерку Самых крутых вузов нашей страны И, конечно, очень многие известные люди здесь учились Конечно, ведущие политики, экономисты Платон Лебедев, Михаил Задорнов Михаил Ходорковский Здорово, что есть такое вуз у нас в стране Потому что кому-то песни петь А кому-то надо уметь и деньги считать И рулить вообще нашей страной А чтобы рулить страной Нужно, как минимум, найти свой секрет успеха Леся Ярославская уверена Успех в гармонии Да и сам путь к успеху Его понимание Это уже неотъемлемая составляющая успеха А может быть и сам успех По мне, что для меня успех и счастье, да, равенство Это действительно близкие, родные люди Любимые, здоровые рядом Это занятие любимым делом Естественно, конечно, какие-то победы На творческом пути, они тоже для меня очень важны Но иногда успех — это не какая-то сиюминутная победа Стремение к чему-то А именно вот этот вот путь Мне очень нравится сам процесс Как у меня появляются песни Как появляются клипы Вот этот волнительный момент Когда я все это отпускаю И это уже идет по интернету Люди слушают, смотрят Вот для меня это действительно такое волнение И счастье то, что я поделилась Если говорить о студентах Я от всей души вам желаю Чтобы у вас все случилось Так как вы это придумали себе Как вы это нарисовали Чтобы даже самые смелые мечты ваши осуществились Чтобы вас окружали самые дорогие, любимые вами люди И будьте смелыми И я думаю, что у вас обязательно все получится Потому что уже это очень круто То, что вы учитесь в Плехановке Для многих это действительно мечта Попасть в такой вуз И лучшие педагоги подарят вам самые прекрасные знания И я уверена, что у вас впереди очень интересная жизненная дорога Я Леся Ярославская Смотрите Плеханов ТВ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...